Всем привет! Сегодня у нас на обзоре теплозионный гибридный бинокль HTI. Поехали! Почему мы решили рассказать подробнее именно о бинокле HTI? Во-первых, это гибридный бинокль. Это означает, что он может построить изображение за счет двух каналов. В данном случае это теплозионный и цифровой. Существуют и более сложные системы, когда к теплозионному каналу и цифровому добавляются еще обычные оптические для дневного наблюдения. Конечно, очень сильно усложняет систему, но в данном случае HTI имеет только два канала, поэтому это приводит ко второму доводу – это его бюджетность. Стоимость данного прибора сопоставима со стоимостью обычного теплозионного бинокля. А если мы будем рассматривать гибридные аналоги, то HTI значительно дешевле раза так в четыре. Именно поэтому мы решили рассказать вам про теплозионные бинокли HTI как самому дешевому представителю достаточно новой технологии. Раз мы рассматриваем новые технологии, хотелось бы рассказать о ней немного больше. Все мы знакомы с тепловизорами и на что они способны. Высокая дальность обнаружений, возможность легко найти объекты. Но все-таки тепловизионная картинка не совсем естественна для человеческого глаза. То есть мы можем найти объект, но потратить время на то, чтобы понять, что мы действительно видим. Также немаловажно понимать, какое окружение у данного объекта. Да, мы можем легко обнаружить какое-то животное или человека, но иногда не совсем детализировано понять, что это он или что у него находится в руках или какие особенности строения тела у животного. Также такой же вопрос у нас идет к окружающей среде. Так как вокруг объекты могут иметь схожую температуру с окружающей средой. Поэтому не так сильно выделяться. Ну и получается, что в данном случае все, что мы не можем понять в тепловизорном канале, мы обыгрываем это цифровым. Все, что мы не видим в цифровом канале, мы обыгрываем это тепловизорным. Рано или поздно этот вопрос стал у инженеров и сейчас мы имеем на рынке ряд гибридных бинокль. С технической стороны сложно ли сделать гибридный бинокль? Несмотря на то, что достаточно дорогую стоимость имеет составляющие тепловизора или цифры, технически это не так сложно, так как в принципе вывод изображения, что у тепловизора, что у цифры происходит на дисплее. То есть тут достаточно проработать наложение, наслоение двух картинок. Так как все выводится на дисплей, в принципе это не так сложно. Что по поводу бинокля HTI? Такой вот аппарат, я бы не сказал, что он сильно легкий, вес у него около полтора килограмма. Это связано не только с тем, что у него два канала и то, что он биноклин имеет два окуляра, естественно. А то, что в него идет алюминиевый корпус, достаточно такой мощный. Что по поводу функционала данного бинокля? Ну, во-первых, тут есть видеозапись. Плюс, в принципе, у всех есть видеозапись. То же самое есть внутри гироскопа. Вы можете узнать угол носительного объекта и также угол завала, насколько он у нас, посмотрите, заваливается. Есть встроенный цифровой компас, показывается сверху. Ну, такой дополнительный плюс. Если мы говорим про само изображение, то есть несколько режимов отдельное наблюдение при помощи цифрового канала. Отдельное тепловиземное, естественно, лицовое смешанное изображение. Также есть достаточно удобный режим, когда у вас идет цифровой канал, а посередине идет функция pictures and pictures картинки, в которой мы видим именно тепловиземное изображение. Ну, и несколько цветовых палитр. В принципе, данный прибор больше особенностей таких функциональных не имеет. Все, наверное, заметили вот эти вот две линзы. Это не что иное, как лазерный дальномер. Вообще, в линейке HTI есть три бинокля, но именно C680 оборудован встроенным лазерным дальномером. Также могли не заметить вот эту вот вторую башню, которая стоит сверху. Это не что иное, как очень достаточно интересная такая функция. Это электронная фокусировка. Не крутите, с ней ничего нельзя сделать. Она стоит внутри. То есть, чтобы сфокусировать прибор, необходимо будет нажимать кнопки. И, так скажем, в обычном режиме, когда наблюдаешь, регулировать фокус не совсем, так скажем, удобно. Сделано это было для того, чтобы при установленном на смартфоне приложении можно было его подсоединить. И там уже это было электронным методом сделано. Но, к сожалению, пока еще приложение недостаточно удобное. Оно еще пока сыровато, но китайцы над этим работали. Также, если мы рассматриваем внешние особенности, есть ряд плюсов-минус. Плюсом это то, что есть достаточно обрезиненный батарейный отсек с плотной посадкой. Кстати, идет аккумулятор две штуки 18650. Причем, у всех практически тепловизоров сейчас идет формат 18650 незащищенного типа. Но здесь HTI выпендривались и поставили защищенного типа. Ну, ладно. Также, из минусов, это недостаточно плотная резинка. Мне кажется, она достаточно клипненькая. Ну, может попадать грязь. Да. IP54 степень защиты данного бинокля. Но вот это, конечно, чуть немножечко ее портит. Дальше. Нет настройки межзрачкового расстояния. Вот это прям не очень приятно. Потому что, как бы, настроить их нельзя. Придется, видимо, наставить свои глаза как-то. Вот. Это такой вот минус. Дополнительно в комплекте есть планочка Viver. Можно ее установить. На самом деле, можно повесить какое-то дополнительное оборудование в виде направленных микрофонов. Но мне кажется, что сюда лучше всего будет установить инфракрасную подсветку, которой, в принципе, здесь нет. Которая, конечно же, помогла бы цифровому каналу работать намного лучше в темное время суток. Вот такой вот тоже, мне кажется, минус. Говорить о том, что цифровую подсветку можно увидеть. Ну, современная цифра работает в том числе с 940-й волной достаточно невидимой. Если мы говорим про человеческий глаз, то и меньше можно не видеть. Но если мы говорим о других приборах, что его легко засечь, также здесь идет лазерный дальномер тоже видимой длины волны. Тоже вот такие вот минусы у данного бинокля. На тыльной стороне есть еще видео выход. В данном случае под такой серьезный кабель, который идет в комплекте с мощным адаптером. Здесь есть всевозможные кабели от USB до VGA в этом плане. Что говорит о том, что изначально бинокль предусматривался для длительного наблюдения, для каких-нибудь охранных систем. Но есть очень важный минус, по моему мнению, это то, что на данном бинокле отсутствует штативное гнездо. И я не понимаю, почему так они сделали. Потому что установить нормальный бинокль, то есть он должен просто лежать. Ну или, наверное, как-то придумывать систему через вот эту вот несчастную планочку вивер, которую можно установить сверху. Последнее, о чем мы можем сказать о мешке, это кнопка включения. Она сделана отдельно. Все, ничего, в принципе, удобно. Нажали, она там зафиксировалась. Единственное, что тут только один режим. Включили и выключили. Нет режимов энергосбережения, которые есть достаточно у многих тепловизоров. Мне кажется, это минус. По поводу модельного ряда линейки HTI-HT. На данный момент это три бинокля. Два варианта на 384-й матрице и один на 640-й. С объективом 50 миллиметров и 35. Ну и вот так же C680 отличается от других мотелей, как уже было сказано ранее, поличием лазерного дальномера. Ну, непосредственно изображение данного прибора. Вилькали и еще вот после нашего обзора еще раз мы покажем различные. Хотелось бы подвести итоги. Гибридная технология, она нова и пока еще тоже достаточно недешевая. Вообще, в принципе, если мы рассматриваем бинокли, они не будут иметь какие-то маленькие диаметры объективов. Они всегда будут иметь достаточно большие как диаметры, так и значение разрешения сенсора. Поэтому они не бюджетны, в принципе. Но такой вот вход компании HTI на рынок гибридных устройств, это очень хороший прорыв. Это действительно очень дешевая модель. Сравните ее с аналогами, пожалуйста. Они есть на нашем сайте. Но в данном случае модель интересна тем, что у нее есть возможность работать с цифровым использованием совместно. Но у нее есть еще ряд таких нюансов, которые нужно все-таки еще доработать. Может быть в последующих версиях будет что-то изменено и так далее. Но уже интересно. И я думаю, что если вы стоите при выборе обычного типа зеленого бинокля, то в ту же стоимость можно рассмотреть уже и гибридный бинокль. Это плюс. Подписывайтесь к нам на канал. У нас будет еще много чего интересного. Все характеристики и особенности вы можете увидеть в описании по ссылке. Переходите. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Уважаем чай. Уважаем чай. Субтитры сделал DimaTorzok